Музыка Это была самая затяжная серия в истории нашего клуба. Блестяще проявили себя как новички, так и опытные знатоки. Это создатели инфоповодов, команда господина Рахимова Каната. И по-настоящему трендообразующая команда господина Адилова Шухрата. А теперь вернемся к правилам. Важным аспектом финальной игры является соблюдение абсолютной тишины. Если ведущий или распорядитель заметит зрителя, который не придерживается этого правила, он будет исключен. Переведите ваше мобильное устройство в бесшумный режим. Во время музыкальной паузы знатокам запрещается покидать игровую зону. Желаю удачи обеим командам. Спасибо. И вот наш милый клуб Айчей и Чараванев. Люблю запоминания таких вот вечер. Дамы и господа, сегодня мы все с вами в прекрасном эпохе до настроения в столе. Только пожаровали на завершающий виток осенней эпопии. Сколько клуб будет иметься, а ротязка сегодня всегда явит в волочек. Итак, финал. Из отельских команд, которые сквозь тернии и звездам, сквозь терпения, стрессы, переживания и нервы, сегодня наконец-таки нам помогут узрить турбинацию. Поскольку этот финальный формат не предполагает проведение революционной разбинки, мы выступаем к победею за лицом. Интриги. Дамы и господа, это первая команда, принимающая участие в сегодняшнем вечере. Гододавние финалисты это фундамент нашего клуба. Поскольку с февраля 2016 года этот состав неизменно свои правила и трендов, как вы уже правильно заметили, не изменял тактику своих побед. О победе я вам скажу, эта команда, конечно, имеет право славиться. Как пригодит вам в списке, так и в своей биографии. Команда, господин Аднилова Шукрата. В команде играет руководитель Альфи-компании, господин Трипеншу Виталий. Его коллега, также руководитель аналогичной Ай-Ти-компании, нам с вами давно известный, снатолк, молодой премиум, в результате Азарт и Туныри на полу финале в свою команду к сегодняшнему участию, господин Жолсининов Руслан. Музыкант команды, господин Лапшин Михаил. Руководитель Ай-Ти-проектов, господин Виктория Цукова. Руководитель Ай-Ти-проектов, господин Ай-Ти-проектов, господин Ай-Ти-проектов. Управляющий недвижимостью, весьма подвижны в мыслях капитана. Господин Ай-Ти-проектов, господин Ай-Ти-проектов. Руководитель Ай-Ти-проектов, господин Ай-Ти-проектов, господин Ай-Ти-проектов. С чего у вас можно оказаться учредитель компании «Ваншоу Кейзет» господин Зыкин. Стою речку, господин Зыкин. Сегодня мы вам сдаём программу по настоятельным и частным процессам в Медсакаре и вернуть у вас в формат ИДУ. Сегодня нам это удалось. Многие, конечно, по племяну полуфинала предположили, что вот и двойник, господин Ай-Ти-проектов, редкое видео, остальное высокое, радое гостей. Итак, сегодня на страже спорных моментов, в коем-каке, я надеюсь, не окажутся людей про это апостол у нашего клуба господин Ваня Мукашев-Матар. Своя разная роль секунданта здесь также соблюдает господин Сагит Аскар. Здравствуйте, господин Сагит. Вы словно тот белый ангел на правом плече господина Ваня Мукашева. И сегодня мы с вами. Но кто крикнет стариной, то, наконец, докажет свои позиции. Ведь встреча, действительно, и вахарные. Сегодня встречаются трендсендеры и юсмейкеры. Где-то опыт, где-то здоров. И я желаю удачи всем нам, и желаю вам прекрасного финала. Господин Алилов, первый раунд. Спасибо. Не могу не вспомнить, господин Алилов, тот самый вопрос про Татабыча, когда вы действительно доказали и актуальность, и ликвидность во втором вопросе. Я, конечно, сам для себя зарезудировал, что это нужно зачастую. Вообще, ваше отношение к Татабычуне на его трендсендеры вопроса не изменилось? Нет, по-прежнему такое же. Но хотелось что-то сегодня подобное, если позволите. То есть на эту татуатуру приветствую, Сагитар? Обязательно. Прекрасно. Внимание, первый вопрос. В одной датской газете было обупрековано следующее высказывание. В среде политиков немало виртуозов, которые способны воткнуть вам нож в спину и тут же обвинить вопрос. В чем такие болители могут обвинить Милота? Самоубийство, ну что-нибудь абсолютно. То, что ты в них втыкал нож. Что ты их запачкал кровью. Или что ты запачкал их нож, например. Или что ты наткнулся на мой нож. Ты напал на его нож, например. А, забрал его нож. Отнял. Ну, в смысле, ты... А то, что вот, в смысле, наоборот, что типа ты их... Что ты их бьешь, а они тебя бьют. Нож в спину, датская газета. И обвинить о самозащите. Обвинить о самозащите. Обвинить в чем? Обвинить в чем можно обвинить? В датской газете, в Порще. Потому что тот украл, допустим, нож спиной. А, нож спит, что не повернулся или что? Если развивать, то запачкал кровью, запачкал нож. Неуважение, что ты бьешь за брауна. Ты первый упал. Увернулся, а, ну, в смысле, что... Виктор, запачкал кровью. Увернулся, не увернулся. Итак, господин Алилов, в каком вашем ответе на кто отвечает? Отвечает Виктория. Госпожа Ассоя, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в финал. Спасибо. Наша версия обвинить в том, что... Человек, на которого политик напал, испачкал нож. Испачкал нож. Спасибо. Ну, давай посмотрим, господин Алилов. Вы внимательно слушали. Может быть, что-то уже появилось? Где я? Мне кажется, что он сам сдавал назад. Сам сдавал назад? Ага. А, это по причине того, что не сплывал дистанцию? Да. Понятно. Так вот, в одной датской газете было опубликовано следующее высказывание. Среди политиков немалых грозов, которые способны подкнуть вам нож в спину и лучше обвинить в ношении холодного оружия. На счетах холодного оружия. Счет 0 этих будет ждать чего-то, что вам будут прямым и острым. Следующий баллов. И сегодня мы с вами определяем судьбу финала осенней серии, но уже 11 декабря за этим же столом включаются три чемпиона. Итак, весенняя серия, осенняя серия, ну и, конечно, победитель сегодняшнего вечера, 11 декабря, также в 19 часов. Вопрос, представленный нашим хранителям традиций, как и сейчас подсказывают, постарался взбалить балкамян, слушайте. Он, кстати, отсутствует сегодня, наверное, в трансляции. Изобретение итальянца Дивидо Деореццо носят название Господь, Материя, Чудо, Семья Планет, Солнце, Млечный Путь, Небеса. Через минуту я попрошу вас назвать ту, что объединяет все вышеперечисленное в одно время. Есть колода карт. Что, еще семь, кроме недели? Цветов или радуги? Семь цветов, семь нот. Семь нот. Нотный стан? Это изобретение итальянца. А, ну это изобретение, по сути. Да, это изобретение. Не знаю, какой-нибудь серийский. Ну, вообще нотный стан хорошо. Но это не она, потому что объединяет в одно. Ну, в нотах точно до, это домино, да, Господь, это как вариант. Если их семь, то семь нот. Да, семь нот. Нота хорошая. Не, назвать ту, что объединяет в одно. То есть скрипка какая-нибудь или... Семь струн, может быть, гитара, к примеру. А, гитар. Гитар, господин Владилов, я прошу вас назвать отвечающего. Отвечу я. Будьте добры повторить вопрос. Господин Владилов, изобретение итальянца Гитара. Это точно ноты. Гитара. Это точно ноты, господин Владилов, но объединяет их Афтава. Афтава. Интервал, как в Афтаве еще восемь, ступеней геотлического Дугояда. Возьмёт Владилов, безрешивочный Дориус, Господь, Реру, Материя, Миракулум Чудо, Гитара. Повелось в монетарию. Семья Планина, Соли, Сонце, Латвей, Миллер и Чехут, Сидорай и Писак. Чуть-чуть. А в целом, это шанс тарел. Да. Времени не хотелось. Совершенно чуть-чуть. Переходим, Сергеевич. Правда, учет 0-2. Гитара. 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 Опа! Но мы, если бы не показалось, мы поблагали после наших трансляций. Возможно. Играем в «Super Blitz», господь Голилов? Остаётся госпожа Цой. Госпожа Цой. Вот это видео. Гм. Цой, Super Blitz, 20 секунд на каждый из вопросов. Суперлифт подобран для вас сегодня визуальный. Сейчас мы вам покажем рисунок Иоши-Зауэра. Рисунок Иоши-Зауэра. В него мы внесли некоторые изменения. Появился ли рисунок этого? Да, да. Что вы видите, госпожа Цель? Ну, вижу уравнение. А, ну, здесь немного переводил наш оператор Владетана. По всей видимости, у нашего листового вопроса. Как лучше? Мне все-таки показать вам иллюстрацию того вопроса, который я вам зачет? Или возвращать с этого рисунка? Давайте по порядку. По порядку. В таком случае я попрошу неинтересный рисунок Иоши-Зауэра. Там нарисованный... Вы сразу ответ скажите. Сейчас вы появились, покажите мне вопрос. Вот именно этот рисунок. Вы видите, рисовывает все, что я хотел сказать. Я задам вопрос. Назадите ли, госпожа Цель, содержимое черного ящика? И так, госпожа Цель? Честно я не знаю. Пусть будет жизнь. Жизнь. Принято. Давайте еще раз внимательно присмотримся. Сколько видите на картинке изображено сверки? Девять. Там код. Покажите вами ответ. У меня была версия, что в черном ящике... Зачилка, да? А в втором рисунке там пятерка была. То есть гремий. Да, прекрасно, прекрасно. Суперсиональная версия, кстати. Кто-то думал еще про гремий? Да, да, ладно. Видимо, думали. Это мой третий супервис, который я понимаю. А, да, убивает. То есть никто не стал пересчитывать. А ты или поздно нашли. Еще 103, собрались. Есть помнишь? Это инфрация Д. Достоянин, еще 103, по-моему, аут. Поканец, спасибо. Давайте поддержим просто команду. Спасибо. Все, все, помню, помню. Спасибо. Весь финал наш клуб поддерживает нашу спонсменера, «Харшоп» и «Астанавлика» и «Шешоу Рорс». Прекрасную встречу на территории Алисина Ильича Дрэн. И горный дом Калибер Хаус кормил вас всегда и горный сегодня. Их мы также благодарим. Итак, уважаемые дорогие и уважаемого господина Алинова. Следующий раунд. «Черный ящик» сегодня будет самым виноват. И вот теперь он пусть на ощупь сюда и явится. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Другой поэта были о ней разного мнения. Один поэт писал, что она, кого хочешь обманить, так как очень хитрая. И в финале заявила всем, что оставила им то, чего не хотели. Другой поэт утверждал, что ее легко обмануть и зачиславить, так как она поверила, что ее недостаток является скорее ангельским достоинством. Оба поэта для доказательства своей правоты воспользовались одним и тем же. И это сейчас находится в черном ящике. Ну а через голову, уважаемые дороги, вы мне назовите, что же там находится. Привет. Другой поэт. Она хитрая и вещественная это. Нет, это не она, она может быть не вещественная. Она в черном ящике. В черном ящике не она, в черном ящике то, что поэту использовался, чтобы доказать. А-а-а. Она хитрая оставила то, что они хотели, вода. Загадка. Карта. Ее недостаток является ангельским достоинством, что это ангельское достоинство. Лицое изображение. Какое достоинство? Правда, она говорит правду. Ну типа вот, что не обманывает вообще? Что говорит правду? Ну зеркало это чистое. Обманывает и не обманывает. Оставить то, что хотел. С чем она может быть связана? Какое достоинство? Отражение, вода, зеркало. Время, вода. Может быть лето, зима, например, весна. Календарь тогда там. Помощь. Итак, господин Юр. Кривое зима. Возможно, ну, в смысле невозможно, мы прибегнем к помощи клуба. Принято, я повторяю вопрос и после 20 секунд даем для помощи клуба. Итак, уважаемый клуб. Два религии известных поэта были они и в разном мнении. Один поэт писал, что она того хочешь обманет, так как очень хитрая, и оставила всем в финале, что они хотели их. Другой поэт утверждал, что ее легко обмануть из-за тщеславия, так как она поверила, что ее недостаток является скорее ангельским достоинством. Оба поэта для доказательств своей правоты воспользовались одним и тем же, и это сейчас находится в черном ящике 20 секунд. Это сфера, это басня Люсица и Ворона. Два поэта? Да. Второй поэт. Второй поэт. Ручка. А если бумага и чернила, ребята? Почему? Хитрая. Оставилось всем, что хотели. Все мы услышали, спасибо. Ее недостаток, ее достоинство. Господин Алилов, один делегат, по-моему, из клуба что-то пытался сейчас вам подсказать. Вы услышали его? Ответит господин Джолсиитов. Господин Джолсиитов, что в черном ящике? Мы думаем, что в черном ящике бумага. Принято. А почему нет, господин Джолсиитов? Ну, бумага может обмануть. Бумага белая, то есть ее недостаток. Ну, то есть чистый лист бумаги – это ангельское достоинство. Ну, то есть… А, то есть чистота, непорочность. Вот как вы провели аналогию. Я, как вы правильно слушали, сейчас стихотворение вам приведу пример. Ведь вы пытались найти, где же в литературе может оказаться зацепка. Послушайте. Какие пюржи? Какой носок? Какой носок? И верно, ангельский будет тоже голосок. Пусть медик не остыдить за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛО Zweфflen и полирует пьесы, ребята готовы, объявляется музыкальная пауза. Знадокер остается со столом. Господи Зыклин, многие знадоки задаются вопросом относительно вашего нового проекта, значит, ютуб-канала, ПП. Некоторые знадки даже есть желание... Нет, просто я вам хочу сказать, что сейчас все на ПП и вот те, кто здесь, обязательно подписывайтесь. Да, ПП, да, полезное питание. Задите на ПП, подпишитесь, а пока поменьше. Любую. Да, ну вот как-то запустили, да. Нет, вот именно. Пойдет. 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 Пойдет дважды. Ну что, хорошо. Это отчасти уже не причина, да, творческого отсутствия господина Зыка на нашем клубе. Но в скором времени многие знадоков, которые, кстати, интересуются, окажутся наверняка героями вашего канала, переходим к следующему раунду. Давай, давай, давай. Дальше веревый вопрос. Для канала у вас постаралось немало, кстати, и зрителей, и ютубов аудитории. И вот этот вопрос, кстати говоря, Волчок все-таки знает, да? Как правильно состыковывать нашу музыку, он от господина Зыгина, который его сконструировал где-то давно. Вот где я был. Вот этот вопрос, кстати, и Волчок показал на автора, и на компьютер показал параллельно. Послушайте, пожалуйста, уважаемые знатоки, тишина. Тишина в клубе. 12 апреля 1963 года умер Харби Боу, создатель одного из самых известных символов, который стал логотипом 20 века. За всю свою жизнь Боу так и не воспользовался поперайком и законом авторских прав. Он не получил ни церковь с поистине гигантских продаж одного из типов продукции, раскрученного на рынке с помощью этого символа. Хотя символ очень узнаваем. Я сомневаюсь, что кто-то из вас воспользовался управляемой продукцией, но по-прежнему остается узнаваемым. О каком логотипе, уважаемые знатоки, идет речь? Этот продукт уже не используется, получается. Нет, я подумала про 20 век Фокс. Ну, к примеру, потому что 20 век Фокс. Нет, почему мы не воспользовались? Да, мы не воспользовались. И это один, там много. Да, этот продукт, это значит, что он уже выходит из... Тиражированный, типа пейджер. Я вот тоже думаю про смайлик, но мы им пользуемся, понимаешь? То, что мы не используем в 63-м году. Ну, 12 апреля космонавтики. 12 день космонавтики. А, день космонавтики. Логотип 20 века. Просто 20 века, конечно, был 20 век Фокс. Он просто умер? С продажи. Это продажи. Это что-то продавалось. Это какой-то... Да, еще орбит, во-первых, Союз Аполлона. Почему мы не воспользовались? Почему он сомневается, что мы воспользовались? Потому что он уже не используется, этот продукт. Типа уже вышел, там, типа пейджер или что-то. Магнитофон, плеер, видео, дискета, магнитная лента. Не знаю, кассета Ауди Видео. Логотип Ауди Видео. Ну, кино, кассета Ауди Видео. Отвечу я, попрошу повторить вопрос. 12 апреля 1963 года умер Харви Боу, создатель одного из самых известных символов, который стал логотипом 20 века. За всю свою жизнь Боу даже не воспользовался перерайдом и законам авторских прав. Он не получил ни цена с поистине гигантских продаж одного из типов продукции, раструченного на греки с помощью этого символа. Хотя символ очень узнаваем, я, господин Алинас, я очень понимаю, что кто-то из нас подозревает, воспользовался упомянутой продукцией. О каком логотипе, Витальевич? Значит, нам нужно назвать логотип. Причем он умер. Значит, этот логотип, символ был придуман им задолго до 1963 года. Соответственно, этот логотип, это массовый продукт. начало 20 века, ставка символом. Ты можешь еще... Вынесли вопрос о том, я символ. Не, я его пытаюсь, да, напомнить, чтобы всем было понятна логика моего ответа. Ну, давайте скажем так, что 20 век был много войн и мирных инициатив, при этом продукт, да. Господин Алина, по-моему, пультюж любезный. Ну, давайте предположим, что это символ киностудии 20 век Фокс. Спасибо. Ответ мы вам покажем на экране, а по поводу продукции сделают электрон. Что я имею в виду, смайлик – это электронный символ ЛСД и родственник к нему препаратов. Поэтому никто из нас в Тугуре, как я надеюсь, не прибегал. Господин Алина, я думаю, вы имеете в виду. Я к вашим смайликам всегда любуюсь, а вот этот смайлик я не принес. Господин Цыгин, вы... У меня же все вопросы вы знаете. Я бы не назвал этот вопрос корректным, Антон. Господин ведущий, вы... Потому что мы пользуемся этим символом. Вы ввели в заблуждение, на самом деле. Господин Алина, я и вам говорил, сегодняшний вопрос имею в виду. Продукция, логотип. Вы прекрасно сказали, что вы сейчас уже отработали. Вы прекрасно, вы знаете, где же... Вот, вот, смайлик сразу пришел в голову. Мы ее отбросили, потому что мы пользуемся активно продуктами, содержащими... Смайлик, когда вы пользуете, господин, вот ЛСД, слава богу, не пользуетесь. Поскольку играем в этом клубе, а вот ЛСД является вот... Я про счет, да? Вот этот неплагородный продукт. Счет 0-5, дорогая, слава богу. Все, можно. Что мне надо сказать? То, что мы не используем этот, наверняка, не пользовались. Потому что не каждый митроэльчик... Вы понимаете, он не слил, скорее. Зачем ты говоришь, что ты этим пользуешься? Каминаут, ребята, мне не стыдно. Большое спасибо, господин господин. Приходим к следующему вопросу. Сейчас возьмем, сейчас черный. Я вам прощу вас через минуту завершить отрывок из романа Александра Сергеевича Пушкина, Евгений Анеев. «Кого же любить? Кому же верить? Кто не изменит нам один? Кто все дела, все речи мерит, услужива на наш аршин? Кто кривиты про нас не сеет? Кто нас заборкова ленеет? Кому порог наш не беда? Кто не наскучит никогда? Прудов напрасно не губя божой». Что-то, наверное, про родителей. «Трудов напрасно не губа». «Трудов напрасно». «Кто там по-матерински любит тебя?» «Девушка, вы видите?» «Может, это себя?» «Да, похоже на себя». «Для Онегина это похоже, что он себя. Кому порог наш не беда, кому порог наш не беда, кто не наскучит никогда, трудов напрасно не губя. Кто нас заботливо лелеет – это мы. Кто клеветы про нас не сеет – это я. Услужива на нас аршин – это я. Кто все себя, все речи мерит. Кто не изменит нам один, только ты не можешь изменить. Кого же любить – только себя, кому же верить только себе». «Нет, не надо закончить, надо назвать. Надо… в смысле закончить?» «Да, трудов напрасно, а не любя». «Ну, себя». «Любить только самого себя». «Любить только самого себя». «Любить…» «Любить себя». «Любить себя». «Любить себя, да». «Еще-еще вариант». «Мои вам вызовы». «Завершите отливок». «А». «Да, давайте я вам предпоследнюю. «Трудов напрасно не губя». «Любить я буду лишь тебя». «Любите самого себя». «Правильно». «Поехали, порядочнее. «Черт, один, пять». «Исподинайте его». «В следующий раунд, ну что, продолжаем?» «Подолжаем». «Да, да, да.» «Здравствуйте, Вагонарова Ильича». «Здравствуйте, Вагонарова Ильича». «Мы по традиции вас дождались, в традиции». «Спасибо, спасибо, что вы показали сегодня». «Доспределем и украшем дейти, что добавить к происходящему». «Давайте поддержим. Хорошо идут». «Хорошо, пошли! Хорошо, пошли!» «Я здесь, давайте!» «Да, привет!» «Люс, люс, люс». «Люс, люс, люс, люс». «Люс, хорошо». «Урагонарий, следующий вопрос вам адресует зрители нашего клуба». «Госпожа Смаилова Илья». «В своё время эти путешественники, отправляясь в далёкий путь, кроме всего прочего, брали с собой реперерон-акул и рыболовные снасти. «Самое интересное, что эти путешествия начинались пустыми». «Внимание, вопрос!» «Озовите страну, где берёт своё начало это путешествие». «Ну, может быть, отправили Египет, например, потому что они, как Моисей, путь продолжали…» «Ну, или Великий шёл койл путь в Китае». «А он к морю, морем оканчивался. Просто акулы. Австралия тоже большой буш и пустыня. А в своё время путешественники брали реперерон-акул?» «Снасти это потому, что заглянчиво…» «Реперерон-акул?» «Нет, ну это типа отпугивающие…» «Оттак пуговый снасти начиналась в пустыне. Возможно, они лодку с собой тащили, может быть, да?» «Почему Моисей?» «Потому что они проходили сквозь море. То есть это пустыня начинается и проходит сквозь море». «То есть это путешествие Моисея, получается?» «Ну, может быть, где начиналась…» «Страна, страна начиналась». «Египет тогда, получается, Египет». «Это как версия…» «А, паломничество. Получается, у них паломничество – путь, как путь Моисея». «А может, соревнование какое-нибудь?» «Где надо плавать, где надо…» «А где с собой лодку тащить?» «Это хорошо, Моисей – это хорошо. Он же прошёл сквозь море, а они должны проплыть». «Проплыть, да. И там… Какое там море?» «Красное море, а там тоже…» «А где начиналась страна?» «А где начиналась страна?» «Египет, да?» «Саудовская Аравия?» «Ну, это твоя версия, мне она очень нравится. Ответит госпожа Цой». «Госпожа Цой, вы отвечаете». «Вопрос, пожалуйста». «Итак, госпожа Цой, в своё время эти путешественники, отправляясь в далёкий путь, кроме всего прочего, брали с собой репетинг от акул и троголовные снасти. Самое интересное, что эти путешествия начинаются в пустыне, госпожа Цой. А страна? Какая же страна? Откуда ведётся бы начало вот этого путешествия?» «Пусть это будет Египет». «Приеду». «Господин Савидов, как же это вы?» «Да, господин ведущий. Ну, мне кажется, это наша с вами любимая страна, держава Казахстана. О путешественниках – это о космолавтах, которых отправляют с космодромом Байконоса». «Ну, до следующей пазы, что есть? Пустыня там ничего?» «Байконос». «Жисказган?» «Откуда?» «В Свардинском». «Да, в Свардинском области, собственно». «Если быть точнее, это между Казахстанинском и Космолом Шусалы. Это именно самое «Усыня». «Бравый господин Савидов». «Бравый господин. Памы с подошел. «Счет. Один. «Шесть. Один». «Ну, Джеев», «Фильтечкий команды господин Ам Sixthansa». «Откуда шутан». «Откуда шутан». «Бишки Шуталии». «Желудкий авторокуал. «Желудкий авторокуал». «Виктория Сонки». «Откуда шутан». «Откуда шутан». «Аткуда шутан». «Откуда шутан». Каната через 15 минут. Финал года, когда наконец-то чемпион из каждой серии, аэропорта на лето и осень, докажет свою авторитарность. Мы ждем вас в следующем декабре на большом финале. Ну и вместе с этим хочу напомнить, что в год на году, в год на декабре и уже совсем скоро, компания «Ланшоу Кизы» представит вам абсолютно новый интеллектуальный проект. Он будет интересным, он будет захватывающим, он будет таким же элитарным, но он будет немного другим. Абсолютно все вы приглашены в наш новый интеллектуальный проект. Следите за анонсами в инстаграме. Я надеюсь, нам всем это понравилось. Господин Сагира, господин Майпокашев, господин Вогромет. Вы снова. Господин Сагира также здесь. Итак, уважаемые господин нашего клуба, начали члены элитарного сообщества шоу-рекорда. Вторая игра на очереди. Финал требует своего разрешения. Пожалуйста, сохраняйте штуку. И очень дружно. Так же, как лифтар черному влиянищему, мы выключаем вторую команду. Это команда «Льюсвеймера» по серии серии. Команда господина Ракимова «Канада». Господин Бакинов Ахан, специалист серии Ай-Ти. Дорогие, господин Бакинов, располагались. Симпомат грамматов. И, по-моему, в минувшем туре она ее доказала. Госпожа Серега Ватана. И измена своему настроению, чувство оптимизма и интакта. И измена своей должности. Симпомат грамматой, господин Бакинов, господин Бакинов. Господин Бакинов, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приветствую вас. Господин Ракимов, третий раз в этой же Державю встречи. Да? Господин Ракимов, как вы себя ощущаете сегодня? Не только я, и моя команда ощущает себя на сто процентов. Наш клуб разделился с Господин Ракимов на две половины. Одна считает, что игра прошла после благословления двойника президента. Другая считает, что это вполне нормальная игровая зановерность. И вы думали, что мне не придерживались? Я думаю, вторая половина, в принципе, это закономерство. То есть голову вы помыли сразу, вообще. После игры. Еще нельзя заметить, Господин Ракимов, что ваши собственные индексы не всегда друг друга. Но, например, знаток, который это не есть по жизни, всегда улыбается, когда объявляют коллегу по команде. Например, психолога команды объявляют. Это ваши правдивые, да, индексы? Или нет? Абсолютно. Вот в Суперкаде я победил сразу. Это правда. Хорошо, настройка такой. В прошлый раз он был буквально бурлящий. Сейчас. Такой же. Даже лучше. Даже лучше? Да. Ну, давайте вспыхать первый раунд. Играем уже с ним. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, правда, прощаться. Все, давайте. Мы на работ. Все, только начинаем. У нас сегодня подборка экзуальных вопросов. Подборка вопросов вам специально адресована. Я думаю, будет любопытной наша встреча. Внимание! Послушайте! В 1860-е годы в США было опубликовано объявление о наборе сотрудников для почтовой иконной эстафеты в Миссуи, Калифорния. Предлагаю вам текст. Требуются молодые, худые, выносливые люди, не старше 18-ти, хорошие наездники, желающие ежедневно подтвердаться смертельной опасности. Предпочитаются многоточие. Я попрошу вас, господин Афимов, через минуту с вашими знакомыми закончить это объявление. Глухие, глухие, может быть. Может без родителей там. Чтобы не понять. Я думаю, они приносили черную это, да? Черные вести, думаешь? Черные вести. Но почему худые? А почему смертельная опасность? Это не тот период, когда ковбои везде безобразничали. Дики Запад? Дики Запад, да. В Миссури, Калифорния сужили. Ну в Калифорнии золотая лихорадка точно была. Вот. С чем это связано? Почему смертельная опасность? Молодые, худые, выносливые, да? Не старше 18 лет. Не старше 18 лет. Возможно, что-то в эту сторону надо. Да, возможно, предпочитаются сироты, чтобы ничего семьям не выплачивать за смерть на работе, допустим. Ну что это такое? А, сироты, да? Это почтовая служба, да? Почтовая служба. Ну, видишь, есть ничего. А что еще сироты послужило? У меня версия же глухие, чтобы они не слышали критику. Окей, дальше. Ну, просто идем наедем и как бы ему напасть на службу. Что еще? Предпочитается бандиты, я не знаю, там. Или ранее. Тут явно идет связка с бандитами. Может, черные в те годы. Очень неполиткорректно. И так, у кого вышла, господин Римова, кто принимает? Не жалко. Господин ведущий ответит госпожа Аслаханова. Госпожа Аслаханова, закончите ли это объявление, пожалуйста. Предпочитаются или предпочтительны? Сироты. Принято. Мы с вами в 21 века находимся. Не более корректное для 21 века однозначно. Но шли в расход те, кто... Как вы думаете, госпожа Аслаханова? Те, кто, собственно, не имел своего иммунитета в обществе? Те, кого можно было действительно отправить на любую опасность? Рабы? Или кто надумает иначе в зале? Ну, рабы. Я прошу. Негры? Вы склоняетесь к неграм теперь? Мы нет. Я предположила, что он ответит. Вы оставились при своем. Да, у нас. А у вас три вариантов нет? Вы по-любому оставились при своем. У нас черный был. Я уже принят. Нет. Принял. И мое лицо. И мое дело. У-у-у! Ахахахахаха! Ахахахаха! Сой. Сой. Стар! Сой. Все, держите себя. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 обычно проводится где-то вот а ты думаешь это нобелевка даже арсен сказал и торжественный макет точно проводится хорошо дальше что еще кроме премии синий что на флаге у них синий цвет мир мир спокойствие 10 декабря 11 23 года что это такое то может быть первый мировой господин ведущий в принципе у нас не так много версий ответит господин сарсейков можно вопрос повторить почему потому что там проводится нобелевская премия в зале это же время я обычно когда зал знает какая активность соблюдать стоит джентльмен в черном костюме да 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 я видел как вы кивали когда я задал вопрос пожалуйста представьтесь я спрашиваю еще раз я просто не знаком с джентльменом вот этот волшебный человек скажите пожалуйста что ты еще представьтесь меня зовут примет очень приятно как вы считаете будет очень заинтрибовывать его и заинтересован когда вопрос вопрос был очень долгим и конец года подводят итоги Итак, именно 10 декабря в статуировке «Радуши» вручают Нобелевскую премию. Ура! 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 Так что, все, декабря в статуировку! Счет 2-0, в финал продолжается. Так. Вот еще и смог вести! А мы к этому идем. Мы к этому идем! Она не новая, она изначальная. Изначальная? О, черт яс! Вы были из-за главы, из-за главного полуфинала. Вы из-за других настроек сидели, с тобой. Черный ящик нас раз в саду. Содержимого черного ящика предлагается и Баси. Это Баси известного современного писателя Владимира Готовского. Надеюсь, вы слушаете. Геракл заберел на дробе нечто маленькое. Ногу не пытался раздавить, но вдвое больше его стало. Свою достичь желая цели, нанес кутару парицы. Но это нечто так раздулось, что придавило ему путь. Что за невиданное явление? Афина вдруг к нему явилась. Чем больше бьешь, тем больше множишь. С ним надо так себя вести, что больше он не мог расти. В черном ящике, уважаемые зрители, находится материализованный аналог этого. Аналог. Привет. Материал. Чем больше бьешь, тем больше множишь. Там это что-то такое бытовое же. Я тоже подумала. Типа эго, числа. Нет, нет. Афина. Афина это соба. У Афины символ соба. Нет. Если ты ударишь, то он становится больше. Больше. Да. И получается... Блин, про дракона там. Чем больше нальешь, это... Мне кажется, какая-то аналогия. Мне кажется, это что-то с человеческим связано. Геракл, герой. Что-то мне кажется, что это эго, тщеславие, что-то такое. Нет, а как это... Ну, зеркало, например. Аналог нашего. Ну, когда... А, зеркало! Чем больше бьешь, тем больше множишь. Я тоже подумала, что зеркало. Нет, ну подожди. Тогда аналог. Там что, вода была, может быть? Нет, зеркало. Почему? Нет, ну зеркало, я думаю, в ящике. Возможно, там была лужа. Вот, они его материзовали. Возможно, там была лужа. У меня первая, вообще, лужа пришла, что он наступил, она больше стала. Ну, чем бьешь, тем больше можешь брызгать. Мне кажется, что вы подберете. Все рвать, и мы опять одно и то же. Другие вещи. Итак, минута вышла. Господин Владимирович. Господин ведущий ответит госпожа Аслаханова. Госпожа Аслаханова. Басим Владимирович Ротовского. Вы ее совершенно запомнили. А что в чем я ищик? Мы предполагаем, что это зеркало. Принято. Господин Владимирович, а вы не согласны? Знали. Здравствуйте. В принципе, вариант очень интересный. И аналогия схожа. Я, наверное, тоже соглашусь. Вы склонны. Понятно. Уголовное мнение, уважаемые госпожи. Господин Владимирович, вы на меня верите? Да. Слушай вас. Есть такое предположение. Скорее всего, это правильное предположение. Потому что там яблоко находится. Яблоко раздора. Яблоко раздора. О, красиво. Так. Раздор, чем больше. Ну, пора уже когда продолжить, Басим, в таком случае. Чем больше вьешь, тем больше множишь. Раздор. Ему не знал ты до сих пор. Ведь это яблоко, господин Владимирович, яблоко раздора. Яблоко раздорaler. Гляд. На каждой из вопросов вопросы в виде иллюстрации. Можно? Вы уже учились синхронно поднимать голову. Можете подходить. Мухаммед Майки, перед вами статуя Сиэтин. Вы видите ее. Расположена она в городе Каунас. Для того, чтобы в полной мере оценить замысел и реализовать идею этой статуи, необходимы два элемента. Второй из элементов – это предмет, который пользуется при наличии первого. Назовите оба элемента, а я покажу вам картину, выявляющую эту идею. 20 секунд. Это Луна. Это Луна. Луна отбрасывает тень и, по-моему, звезды, что ли, видно. Я где-то видела эту картину. Если не Солнце, то это какая-то тень. Что при Луне используют? Тогда фонарь. При первом Луне? Нет, при сении. Что ему должно быть? Я вообще подумала, что ветер, что он рассеивает. То есть мы будем видеть, если будет ветер, семена посыпятся. Нет, по-моему, это при Луне или при фонаре. Она отсвечивается. Я где-то видела. Спасибо. Время на фильме, спасибо. Господин Время на фильме. Отвечает господин Расскерикова. Господин Расскерикова, статуя синий, горный паунас. Назовите оба элемента. Оба. Я просто видела где-то вот эту картину, вот эту статую. Если я не ошибаюсь. Горный паунас вы ее видели, да? Нет, я где-то ее в социальных сетях не видела. Тоже вон. Я предполагаю, что, возможно, это тень, должна отбрасываться какая-то тень. И, может быть, это луна или фонарь, который будет отбрасывать эту тень, эту картину будет видна в полной мере. Я бросила два элемента. Два элемента. Два элемента? Два элемента. Второй из элементов. Ну? И первый из элементов, что это? Это, соответственно, вечернее время. Значит, это фонарь. И? Да. И элемент. Время. Господи, сверху, время. Ну, скажем, если это фонарь, то это, ну, тень, господи. Если луна, то ночь. Тень и фонарь. Ночь надо было. Тень и фонарь. Я вас слышал, спасибо. Я сейчас покажу вам картину, которая выявляет эту идею. Когда наступает ночь, и включаются фонари, на стене появляется тень. Ночь и фонарь. Ночь и фонарь. Да, ночь, улица фонарь. Курговые коробки, усинители, звезды. Внимание, вы видите, да? Ночь и фонарь. 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 Да. Ночь и фонарь. Тень и фонарь. Приравный счет. 2-2. Мы продолжаем. Вот сейчас вопрос, который вы знаете, вы знаете, мы называем «Найм-Аут», да? Все остальные вам должны быть вводят 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 вводят. Внимание. Следующий вопрос. Советский военачальник, командующий ВДВ, маршал авиации Сергей Игнатьевич Абуденко упомянул в своих мемуарах, как немецкие самолеты сбрасывали грузы для своих солдат, попавших в окружение. Это было подставить рано. Вот его слова. 30 января 1943 года в расположение наших войск упал один из этих грузов с железными крестами. И место попадания маршал в счет символичным. Через минуту, вовремя, знаки «Назовите мне это место». Кладбище. Либо кладбище, либо больница. Более, может, поле просто пустое, да, чтобы они там кладбище устроили. То есть они рассеялись по полю. Да, кресты железные. Либо кладбище, либо что-то по концу, да? Да, да, чтобы достойно хотя бы похоронили. Кладбище, поле, больница, что еще? Это же немцы кидали? Да. Немцы кидали. Да, свои. Они хранили заранее. Они заранее хранили. Куда упала эта символичная, куда она упала. Ну, под Сталинградом. Кладбище, наверное. Наверное, это было кладбище. Нет, хорошо, это версия была. Дальше что еще? Символичная. Которая символичная. Какое-то место боя какого-то планированного. Где они потом потерпели поражение, да? Нет, они же после Сталинграда. То есть они же саду держали. Может быть, Волга упала, да? Вот эта, в реку. Может быть, в реку. А что с ним клад случилось? А что в Волге-то может быть? Ну, там зима, она очень помогла встать. За Сталинградом может быть кладбище. Давайте озвучим кладбище. Спасибо, уже я позвоню. Это символично. Я прошу вас, отвечающие уже быстрее. И не совещаться после такого сигнала. Спасибо. Хорошо, господин ведущий. Ответь, это господин Сарсеков. Господин Сарсеков. Советский начальник, вы помните, он же командующий ВДВ. Маршал операции Сергей Игнатьевич Руденко. В своих мемуарах упоминал, что немецкие самолеты сбрасывали грузы для своих солдат, попавших в окружение по Сталинграду. Его слава 30 января, 1903 года. В расположение наших войск упал один из этих грузов с железными крестами. Место попадания маршал сочел символичным. Какое же это место? Это Волга была. 50 января. Это Волга. Да. Спасибо. Что символичного, господин Сарсекова, в полуге в этом случае? У вас коллеги также спрашивают. Во-первых, была зима, то есть он не утонул этот брус, он упал на центр реки. Плюс при Сталинграде Волга сыграла очень большую роль в этих битвах. Они часто за него боролись, за этот берег. А почему, господин Сарсеков, не учли, что речь шла еще и об окружении? Немецкие солдаты, попавшие в окружение по Сталинграду. Здесь, по-моему, уже ряд, который боролись сыграл. В полуге в окружении, об окружении. Я вижу вашу руку, пожалуйста. А чьи же руку я видел? Госпожа Некрасова. Госпожа Некрасова. Госпожа Некрасова. Госпожа Некрасова. Ребята могут готовиться к грамм-финалу, по тренированцам. Ну хорошо, процесс вас на какого? Отвечается, Эггнат, по-моему, на этой ситуации? Безусловно, это тот самый случай, когда можно сказать о том, что команда прогрессирует от игры к игре. И уже вон их господин Сарсеков начал отвечать. Есть три бурдера в лице двух знатоков. Я буду уже подумать о том, что это такая стратегия господина Владимир Владимировича, заставить его говорить к финалу. Он играл до свидания. Слишком мягко сказал господин Сагита. Я думаю, что желает лучшего в вашей игре, соберитесь, ребята. Потому что все впереди еще. Я очень надеюсь, что вы достойны из этого. Ну, понимаете, вы знаете, когда всегда ждет большего, всегда желает большего. И насыщен, когда победа за такую. А сегодня у вас... Нет, мы собраны, мы стараемся. Итак, следующий вопрос от спонсора шоуру Аханшу Астана. На экране появится, я вас ознакомлю. Это отрывок из стихотворения Евгения Ептушенко. Называется стихотворение «Зашумит ли клеверная пуля?» Можно? Я не вижу, как молодой человек. Слушай, я люблю вас, люди-человеки, и стремление к счастью вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что... Счастья не ищу. Продоточие, так вот. Счастья не ищу. Счастья не ищу, как вариант. Хорошо, дальше, дальше. Я люблю вас, люди-человеки. Потому что и себя люблю. Что-то нащуп. Ну да, сегодня такой нарцисс, где там тоже был. Счастья не ищу. Я люблю вас, люди-человеки, если у меня есть счастье вам прощу. Я теперь счастливым стал навеки, потому что... Я не грущу, может быть. Нет, ну, видишь, навеки. Тут уже отрывок, но что-то как конечный. Я вас всех люблю, может быть. Есть, я вас люблю наверху. Да, я вас... Ну вот из-за этого он стал счастливым. Здесь все, да, я люблю вас, и конечный поставь. Блин, счастья не люблю, и я вас... Вот эти вот такие вопросы. Не знаю, потому что... Потому что женщины... Я вас всех люблю. Я счастливым стал, потому что... Потому что... Я бы выбрала, счастья не ищу. Теперь я счастья не ищу. Потому что я себя... Ну, ты ведь я себя люблю. Ты же как психолог, знаешь, да? Счастья не ищет и счастливым. Нечего там копаться. Спасибо, спасибо. Настояк, это звучало. Господин, как и побольше, да? Господин ведущий ответит, госпожа Дос Мухамбетова. Госпожа Дос Мухамбетова отвечает. Я люблю вас, люди, человеки. И с теми я к счастью вам врачу. Я тебя счастливым стал на веке, потому что... Счастья не ищу. Нет. Господин, вы начинаете? Вариант, потому что... Нет, очень красиво. С вами я грущу. Согласны ли? Нет, у меня был свой вариант. Я теперь счастливым стал. Потому что за вас заворожу. Я теперь счастливым стал на веки, потому что... Я теперь не пью. Я вот, ну, сейчас станции чум. Среди мужика. А сегодня нас не хватает. Я вас не оставлю, господин. Да. Прекрасив. Хотя смайлик вашего, ладониста нашего клуба. Появляйтесь еще. Да, да. Господин Сиаз, добрый вечер. Да. Мы думаем, вот правильно действовать. Потому что... Замуж выхожу. Замуж выхожу. И в Тушенку? Выходит замуж? Господин... То есть, просталическое стихотворение. Но в 21 век. Нет, мне кажется, да, в 21 век. Да, да. А мужчины... Потому что замуж выхожу. Оставлю как последствия, не знаю кому. Да? В чум? Я... В Турцию или в чум? В Турцию. Что ж вы делаете в среднем бою? Я теперь счастливым стал на объекте, потому что счастья не ищу. Так, раз, два, три. Ваши достались вопросы. Я матеря мой грамот, Антон, ажи пью. Это отличная версия. Сегодня за какие-то изговоры будут. Если бы я сидел, я бы выбрал вот твой мальчик, нежели Тимирир. Не дают они угрозу вперед в лугу. Не дают себе сорвать. Да, все, бери. На большом расставе. Сторож, чай, продолжай. Приют. Да, три, да. Все, все, все. Победа, победа. Для девятого измельчинца в нашем официальном расставе я напомню, что... Большой финал города. Сотокинца Левсо. Декабря будет в этом сзади и в старинном расставе. Но как в Декабре, мы также презентуем много интересных квадров. Проект ждет вас на него с нетерпением. Ну а за словом, дейду с нами. Команда господина Ракимова. И для вас, друзья, вопрос. Его вам адресует отступитель нашего клуба Алексей Гореса. Я надеюсь, познакомиться и покажет. Тишина, пожалуйста, отходит. Лейтенант внутренних войск Олег Яковлевич Павак погиб, защищая мирное население в Нагорном Карабахе. 17 сентября 1991 года он стал... Через минуту вы меня абсолютно точно скажете, где он стал. Карабахом, орденом... Карабахом? Нет, нет, нет. Карабах, Азибаджан, Армения, да? Кой, 91-й год, да? Да. Может, повышение получил, да? Это как порядок. Лейтенант внутренних войск. Лейтенант. Защищая население Нагорного Карабаха. Ага, он был во внутренних войсках. Он перешел во мир пограничный, да, грубо говоря? Нет, это не награждение. Нет, не награждение. Он стал лейтенантом, допустим, если он был лейтенантом. Нет, вне войска не воюют просто на границе. Он же умер. Это вот ОПН-стники, грубо говоря. И что? Но он стал пограничником или кто там ведет вперед. Я, не боюсь, не служил. Ну, я тоже не служил. Ну, я еще... Давайте, ладно, все, версии, версии. Я знаю, что после лейтенанта старший лейтенант? Нет, ну, это понятно. Может быть, героем, когда уже России? А, он же погиб. Героем России. Как, он погиб? Он погиб. А, в России. А, героем что? Да, они героем... Ну, это не СССР. Это уже 91-й год. Первый отель, в России. Он первый... Как, чё, ну, это был Тарсен. Героем России. Героем России. Героем России, спасибо. Героем России, спасибо. Вы прекрасно работаете, теперь наша очередь. Тише. Итак, господин Рахимов, кто отвечает? Господин Рахимов, нескольку версий было, да. Вы отвечаете? Давайте отвечу, да. Попробую ответить. Как бы из того, что мы тут собрали... Итак, лейтенант ждет выполнений в область. Олег Яковлевич Баба. Под их защищая мирное население в Нагорном Каравахе. 17 сентября 1991 года он стал кем? Точно скажи, кем? Ну, давайте, что, в принципе, он стал героем. Пожизненно, получается, в России. Посмертно. Посмертно, посмертно, да, посмертно. Посмертно, конечно. Посмертно, посмертно. Каковы вы герои вы? Уж татуей стало. Каковы вы герои вы? Может, вы из него собили статуи? Всегда много господин Рахимов. Посмертно, послуженных. Я ведь вам заложил резервную историю сам вопрос. Господин Искаков. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Скажите, как вы мотивы? Все-таки 17 сентября 1991 года. Как вы думаете, кем он стал? На мой взгляд, он стал тоже героем, но первым, самым первым в истории России. В действительности, господин Баба Аякиакович стал последним героем Советского Союза. Аааа! Не первый у всех, а последний. История российских героев началась. История российских героев началась. Сегодня мы продвигаем новые вопросы в поле Шрикаев. Следующий вопрос, который забывали. Будем внимательно смотреть и будем внимательно слушать. Уважаемые издательства, издательство из Аргентины, Перегоева Айдитор называется. Запустила проект серию вот таких детских книг. Можно поближе? Это первая книга под названием «Мой папа будут в джунглях». Издательная в марте 2015 года. И предотвращавшаяся для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Эта история о приключениях отца одного мальчика в джунглях Эквадора, основанная на реальных событиях. Книга наполнена красивыми иллюстрациями, которые нарисованы экологическими чернилами. Строицы сделаны из переработанной бумаги. А также в подарок книге предлагается игрушка. Этот проект вызвал большой ажиотаж среди юных покупателей. Внимание, вопрос. Что, помимо всего перечисленного, подняло такой ажиотаж среди покупателей этой книги? Минута. Может, ее можно есть? Кушать можно? Может быть, разной в национальности? То есть, книжки были... Мне он сказал, что это корички чистых материалов. Экологически чернилые. Переработанная бумага. Переработанная бумага, да, получается. Игрушка. Эквадор, да? Детская книга даже. Детская, детская, да. Ну, игрушка уже упомянка, что-то еще, да? Аргентина. Ну, что еще можно делать с книгой? В джунглях Эквадора. Ну, там вот опять... Там Ляша и Лопаточка, да? Почему две картинки? А, может быть, ее можно посадить? Вон, видите, Лопаточка? Из этой книжки что-то вырастет. Да, да, да. Из этой книжки что-то вырастет. Как вариант, да, да. Подарок был вот этот листок, наверное, да? Или там семя, 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 семя. Может быть, семя, да. И они все сажали. Подарок, да, другая версия. Все это понял, Канат. Почему они на фоне других больших вариантов? Мне интересно, почему их две? Почему они вырезаны? Вот этот вот и есть первый, наверное, зеленый листок. Это вот какое-то экологическое, что посадить можно. Потому что потом белый идет, обычная бумага. Но это не открытое. Все, ребята, давайте. Мы предполагаем, что эта книга представляет из себя, ну, из себя либо содержит что-то, что можно посадить, и вот либо внутри, да, нет, не внутри, да, внутри что-то есть, либо и сама эта книга, но она способна вырасти. Дети сажают, и таким образом это интересно. Услышлено, спасибо. Ответ мы вам покажем. Страницы книги сделали и переработали с семенами ураги, которые можно дать раз в Киеве, если книгу посадить в землю и болить. Со временем эти семена будут превратиться в полноценное рассеяние. Во-первых, ты не знаешь, чтобы вырастить дерево, устали и глицидов, но во-вторых, ты не знаешь, какого именно сода это растение. Вот такой интересный ноу-хау Лалеха учился. С простейком, браво! Четыре-четыре. Дни, приемлемый счет, с следующим раундом. Четыре-четыре, давайте, давайте. Давай, давайте, давайте. А, давайте, давай, давай. Супер-блеск будет играть на другой? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Это разрешено. Наши давние певели, этот парень, фигурного хэггерхаус, шоу-хар, шоу-хар, шоу-останай, по поздравить за ревиквиейшн, а также учреждение названием Алматыр-Знадачевого университета и наш жилье ухудал Ау-Финец. Внимание. Известно, что Алматыр-Винчи ложился спать каждые четыре часа на 15 минут. Таким образом, уделяя сну лишь по полтора часа в сутки, он все время сохранял работоспособность. Уже в наше время некий итальянский художник, решив последовать примену своего великого предшественника, освоил этот метод и убедился в его эффективности. Но через полгода он вновь перешел на обычный режим сна. Через минуту, пожалуйста, он заметил не причину отказа от такого эффективного метода. Через полгода? Слишком много времени ему нечего было делать. Или он все уже нарисовал, что хотел сделать? Поэтому график подстраивал, да? Ему какой-то может заказ большой был. Нет, это именно со временем связано. Слушайте, а может быть перевод часов как-то? Давайте посчитаем, полгода, каждые 4 часа по 15 минут. 4 часа по 15 минут. А у него какая разница? Это то, что это было. Он не умер? Итальянский художник. А он умер? Может он умер? Он умер, закончил, он решил? Нет, он сказал, что это эффективно. Нет, он понял, что эффективно, но через полгода прекратил его использовать. Все прекратил, получается, и так же последовательно. Тогда он закончил свою карьеру художником? Ну просто, в принципе, он тоже так делал, футболист. Я вот не знаю, он для работоспособности реально работает. То ли какой-то большой проект закончил, то ли умер, бдолага. И за полгода все завершило, и все, да? А как его звали-то? Никак, мы не знаем. Да, там не говорится. Современный итальянский художник. Он умер, да? Единственное, да. Может он реставрировал эту фиксинскую капеллу, он действительно закончил? Ну что-то, я думаю, какой-то большой проект, может у него было. Да. Давайте это дай вам вверх, да? Спасибо большое. Спасибо вам. Зал, зал, да. Господи ведущие, можно воспользоваться помощью зала? Нельзя. А, нельзя, да? А, вот оно как. Ну и кто же отвечает? То есть, Ниндрефимов, вы отвечаете? Или я скажу, мой вопрос? Нет, давайте ответит госпожа Серикова. Госпожа Серикова. Естественно, что Леонардо Дармичелло уже заспать каждые 4 часа, наверное, 15 минут. Да, в этой же леонардо воспользовался один итальянский художник и убедился в эффективности. Однако через 2 года вновь перешел на обычный режим сна, разведывающего отказа от такого эффективного метода. Господи, Леонардо Дармичелло. Ну, у нас версия, я звучу нашу версию о том, что, возможно, он, как бы, закончил свой проект, либо карьеру художника. Он просто перестал писать? Да. Закончил карьеру. Поехал как гост в свою письмо. Ну, может, проект какой-то. Спасибо. Может, время будет? Сколько же я? Малосты. Ну, я... Госпожа Забайлова. Ну, привет. Здравствуйте. Ну, теперь вы сильно добрые. Спасибо, что вы говорите. Спасибо. Ну, у меня единственная версия, что это было вынуждено, возможно, какой-то режимный объект. Он сел в тюрьму или что-то в этом роде. Недобрый сал. Ну, всякое бывает. Порядка. Спасибо. Вот здесь справа от меня еще есть человек. Я удивляюсь, что у вас нет. Я не знаю, что я извиняюсь. У него вообще за столом была правильная версия. У него оказалось слишком много свободного времени, он не знал, что с ним делать. Но мы же это озвучили. Я закончил. Вы же знаете? Не то немножко. Госпожа Забайлова, вы не то озвучили, как и собственно с города Хау у нас. Не то озвучили, поскольку иметь много времени и завершить карьеру разные сценарии в жизни. А у него как раз таки много освободившихся времени, куда ему и некуда будут расходы. Забайлова, разрешил спать. Черт 4-5. Была у вас на улице? Да, была. Два же разоблачала. Да, была. Вот теперь поскольку можно взять. Была. Боже, спасибо. Я не буду не забрать. Теперь и такая у вас есть поскольку. Семь вечером. Продолжай. Семь вечером. Как и крылья, как и обычно. Отважная вот. Сына, я с вами супер-близ. Он для вас подобран визуально. Я надеюсь, что в клубе будет тишина. Сейчас я вам покажу первый иллюстрированный вопрос. Госпожа Забайлова, перед вами, сразу после ломки, рисунок Виктора Чижихова. Рисунок из серии «Коты великих людей». А через 20 секунд, я надеюсь, вы назовете мне имя хозяина этого кота. Госпожа Забайлова, назовете мне имя хозяина этого кота. Вы знаете, господин ведущий, у меня даже предположений нет. Но я знаю, что у меня есть подсказка клуба. Давайте, может, она вторая отличим. Подсказка клуба в шутер-близ. Один вопрос можно, господин. Один вопрос можно. Вы едете на это? Госпожа Забайлова. Да, да, я сама попросила. Хорошо, хорошо. Итак, сейчас кто-нибудь тогда назовет мне имя хозяина этого кота. Желаю вас сего. Морзе, морзе, морзе. Подойдите, морзе. Все, все, уже получала ответ, да? Точка, перед, точка. Подойдите. А, да, да, да. Да, господин ведущий, точка-тере, точка-тере. Не обратили внимание. Я даже не заметила. Ну, давай послушаем. Спасибо. Ну, что-то вот там я врача, я это понимаю. А мужчина сразу примет. Да, спасибо. Вы какая-то будет, да? Да. Перед вами, господин, рисунок, Гарри Ласна. На нем изображен известный человек. Еще нет. Еще нет никого. Ну, я его рассказываю, слушайте пока. На нем изображен известный человек, которому не пришлось выходить из дома. Назовите меня этого человека. 20 секунд. А, господин ведущий. Тихо, давайте. Я там подскажу. И так, господин ведущий, я попрошу сесть играть, а потому что я чувствую, что сам подсказывает. Нет, нет, я не подсказываю, я слышал. Подсказывали, я слышал. Вот тогда, чтобы они тушили. Я лично сам услышал это. И, по избежанию, господин, поверите за слово, пожалуйста. Вам не хотя бы отсказывают, а не шепчутся громко и воздержаться тяжело, когда знаешь правильно. Первую секунду. Дом не карает, конечно, очевидно. У вас ждет эти вопросы. Господин, слово, о котором идет речь, мы, конечно, от вас спрятали. Именно эти слова озаргавляют фильм, вышедший на экране в 1988 году. Что за слово увидел господин Ван Дэл? Во взрослых. Вот теперь будете сесть. Итак. Господин ведущий, повторите, пожалуйста, вопрос, я вам отвечу. Слово, о котором идет речь, мы от вас спрятали, как красиво. Именно этим словом озаргавляют фильм, вышедший на экране, в 1988 году. Так что за слово увидел господин Ван Дэл? Возможно, это дежавю. Принято. Не знаю, почему господин, например, именно это слово у меня ассоциировано с амитоматой. И имя у нас господин Севериковой. Какой? Это дежавю. Купка! Давайте, ребята, власть. Дядя, что ты любишь? Масли, не любишь. Давайте. Итак. Господин Северикова, вам отрубит выливало. Вы теперь победите за собой себе. Ну, не без помощи клуба. Счет 5-5. Да, и клуб, за какими-то спасибо. И его безбородом не виноват. Ну что, финальный решающий раунд. Давайте. Берем решающий раунд и все. Счет 5-5? Да. Берем решающий раунд и все. Счет 5-5. Да. Берем решающий раунд и все. Берем-менеджер в компании «Маншоу Киезе» госпожа Шарипова Меруда. Начиная с 1936 года в США начали производить острые худельные консервы с этим названием. После окончания Второй мировой войны их накопилось колоссальное количество. Чтобы реализовать этот товар, к слову, не с самой первой свежести, правительство США запустило волномасштабную государственную рекламу. В 1986 году на конференции «Юзернет» появилось множество сообщений от одного и того же человека, который ремонтировал якобы заманчивое предложение. Другой участник этой же конференции, поняв, что это предложение всего лишь грамотный обман, завернутый красивую обертку, сравнил его с рекламенемой продукцией. Ну и назвал его тем же именем, что носили эти консервы. Внимание, вопрос. Уважаемые зрители, я вышел вам много информации, а вы сейчас в минуту назовите мне это слово. Название консерв? Острые куриные консервы, да. Что это были за острые куриные? 36 год. У меня такие такие фрайки-текеты. 36. Ну это же консервы, да? Блин, ножки Буши, что ли? Буши тогда не было? Нет, это еще не было. Буш тогда был? Нет, нет. Старший. Острые после Второй Мировой войны пошла массовая агрессивная реклама, чтобы это... Консервы с этим, острые куриные консервы с этим, с чем? Острые куриные консервы. Смотрите, в 1986 году. С чили, что ли? Чили, в помню. Ну острые, это чили. Нет, реклама в чем была, им продать надо было? Там что-то такое было, что люди на это покупались, понимаешь? Какое-то слово, 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 слово. Острые, острые. То, что осталось после этого мира в войне, то, что нужно было с пабликой. А что после Второй Мировой войны осталось? На английском. Да, рекламная реклама. Спейс космическая. Да, спайс. 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 А как? А что-то спайси, что-то знакомое. Было. Спайси. Хорошо. Господин Борегин, вообще. Что на 5.5, кто выезжает? А, кстати, просто такое, для информации, можно, да, минуту взять? Что на 5.5, я заинтересовала. Я думаю, ответит на этот вопрос господин Бахитов. Неожиданно, в вашем стиле. Не только для вас. Я придерживаюсь своего стиля. Одна, да, да. Итак. Наш командир. Пожалуйста, Шарик Леонид, по-моему, этот вопрос адресует. Вы запомнили его, да? Нет. Нет, повторите. Ага. Повторите, пожалуйста, вопрос. Ну, раз уж вы первые обещаете. Финал. Да, да. Я тоже хочу запомнить этот момент. Начиная с 1936 года, США начали производить острые кулиные кассервы с этим названием. После окончания Второй Мировой войны, их требовалось колоссальное количество. Чтобы реализовать этот товар, к слову, не самой первой свежести, правительство США сделало полномасштабную государственную ревану. В 1986 году на конференции ЮСНН появилось много сообщений от одного и того же человека, который рекламировал на этом замочевое предложение. Грубый участник этой же конференции, понимав, что это предложение всего лишь грамотный обман, завернутый в красивую обернувку, сравнив его с рекламированной продукцией и назвал его тем же именем, что красивые кассервы. Какое? Есть вариант, что это спайс, ну, космос. Спасибо. Спасибо. Есть, вы узнаете, как вы спрашиваете, ну, пожалуйста, шаг вперед, если позволяет. Есть версии, давайте. Есть версии? А, ну, должно лучше. Итак, давай послушаем. Я думаю, это слово спам. А как его зовут, жанра? Здравствуйте. Как я вам обращаюсь, господин? На бикенд. Господин Кобеген, а, вы вернулись? Я вернусь. Большое спасибо. Три игры отсутствуют. Пять-шесть. Да, мы уже хотели у вас вместе с родителями. Круто звать. Сужой. Господин Кобеген, кита. Господа Шаримова, вы что скажете? Это правильный ответ, это спам. Это спам. Господин Кобеген, скажите, что вы получите. Множество сообщений. А, за того и того же человека. Все-таки, сходи Ракимова вам понадобится за то, который слушает и кивает. Слушает, кивает, фиксирует. Как азбука мозга, понимаете? Тире, тучи, тире, тучи и так далее. Итак, за счетом пять-шесть. Дамы и господа. Чемпион осенний сильный игрок и прошло где-то когда. Команда Калина, Команда Ракимова. Команда Атлан, Сейлова Крана, Астатанова Ания, Сосеевов Астин. Докумка Белого Африлова. И когда Команда Суперкоманда, Ракимов Крана. Именно они были в участии в первого года 11 декабря. Мы это делали! Мы это делали! Достойка Белого Африлова. Достойка Белого Африлова. Слово представляется учредитель микрофона Африлова. И господин Зыгином Атлорова. Добрый вечер, друзья. Моя энергетика потушила этот микрофон. Во-первых, спасибо всем огромное за этот интересный финал. Господин Ваграмян, рад вас видеть. И рад всех видеть. Я поздравляю команду победителей. Красивая игра. Я благодарю две команды. Для меня вообще сегодня... Я долго никого не видел, поэтому было сегодня очень приятно всех видеть. И следить за этой игрой. Я что-то должен сказать. По-видимому, меня никто не предупредил, что я должен сказать. Но я так полагаю, что мы должны вручить подарки от нашего спонсора. Вы хотите сказать, чтобы я про Кавьер Хаус сказал? Господин Зыгин, вот этот вопрос мы уже уладили. Самое важное вы уже произнесли, поскольку без вашего резюме данный эпилог не считался бы логически состоявшимся. Слово от спонсоров имеет... С огромным довольствием черную икру от спонсора, от наших замечательных друзей. Я о них говорил очень часто в эфире. Кавьер Хаус вручается, собственно, команде победителей. Правильно? А также, друзья мои, скидочный сертификат от спонсора шоу-рум Ханшоп Астана также достается команде победителей. Продолжаются подарки, подарочные сертификаты на прохождение бизнес-модулей, что очень важно. От Петера, Алматы Менеджмент Юниверсити, Топу, Ва, прошу. Для того, чтобы вы могли с огромным удовольствием и так стильненько записывать все, что вам нужно, шесть блокнотов ручной работы из натуральной кожи Crazy Heart от Петера. A, B, Creation, да. Так, друзья, еще один специальный подарок. Шесть абонементов на посещение фитнес-зала от спонсора нашей игры. Спортивный клуб Априори, да, там указан срок, насколько вы сможете себя оценить. Ну и, разумеется, собственно, мне кажется, самый главный для каждого игрока приз. Это статуировка победителей осенней серии игр. Шторг Дигабан. Поздравляем вас! Господин Зайкин, к микрофону приглашается, словом от спонсоров, господин Аугамбай Дауржан. Уважаемые знатоки, уважаемые члены клуба, разрешите поздравить победителей этого сезона. Была очень интересная игра, и на самом деле в журналах Лукинес он уже идет в ногу с этой игрой. Практически с первого номера мы пишем об этой игре, рассказываем о ее героях, о тенденциях, о новостях, которые происходят в рамках нашего клуба. И от имени нашего журнала тоже подарок победителям. Мы напишем о вас статью, о каждом из вас. И в следующем номере, который будет юбилейным, десятым, мы расскажем о том, как вы красиво победили. И, соответственно, мы расскажем о том, как будет игра проходить дальше, о новых тенденциях, может быть, об истории. Ну, посмотрим. Поздравляю! Спасибо огромное, Должан. И спасибо журналу Лукинес, который мы с удовольствием читаем. А мы продолжаем. Мы продолжаем, потому как хотелось бы также наградить... Команду... Спасибо вам от спонсора нашей также игры, от Камьер Хаус. Мы хотим вам вручить по баночке, это Виктория и тебе, по баночке красной икры. Очень рад был сегодня повидать. Спасибо за игру, спасибо за настроение. Ну... Ну все, вроде как все вручили. Еще раз огромное спасибо клубу за то, что хлопаете, за то, что вместе с нами восхищаетесь ответами наших знатоков. Увидимся на игре. Спасибо. Большое спасибо, господин Зыкин. Господин Ваграмян, есть ли что добавить? Господин Баймукашин. Одно лишь слово, господин ведущий. Спасибо вам за такую игру. Прекрасно провели. Поздравляю с окончанием и надеюсь на новый сезон. Сингулярно. Большое спасибо. Господин Баймукашин. Друзья, я хотел бы поблагодарить на самом деле господина ведущего, господина Ямашева, господина Зыкина, за то, что они организовали нам большой праздник. С трудом проводит Арман. Тебе спасибо, всем ребятам спасибо большое, фотографам, которые регулярно приходят, каждую неделю. На самом деле это очень тяжелый труд. Они организовывают постоянно нам этот праздник, знатокам. Давайте похлопаем организаторам. Спасибо. Итак, дамы и господа, это был финал. Да здравствует финал. Поздравляем чемпионов. Финал года 11 декабря за этим же столом.